всем привет вы на канале и сегодня у нас будет видео о поездке на ярмарку козюкос подписывайтесь на наш канал тот кто не подписался и ставьте нам лайки мы сейчас храня на утренней прогулке у нас немножко выпало снега хотя уже весна сегодня третий день и ярмарки обычно я езжу воскресенье так как воскресенье людей меньше и какие-то вещи можно купить дешевле мы с вами вернемся домой я ее покормлю и сразу поедем на ярмарку сегодня фаней я собой возьму пока мы с вами гуляли у нас снова пошел мелкий снег мы с вами погуляли возвращаемся домой фаня будет кушать мы перейдем метель так как на улице сильно метет снег а потом поедем на ярмарку на завтрак у фани сухой корм монш с кроликом и и Продолжение следует... 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 Напомню, у меня есть с королем Миндрогасом, а также у меня есть монетки с датой, когда проходили ярмарки, на которых я побывала. На ярмарке обязательно продают плетеные корзинки и многие покупают их к Пасхе. Ярмарка обычно проходит перед 4 марта или после, так как 4 марта именинный святого Казимира, который покровитель этой ярмарки. Дата всегда меняется. Ярмарка бывает 3 дня, пятница, суббота и воскресенье. На ярмарку обычно приезжают люди с семьями, бывают музыкальные группы, которые выступают, фокусники. Также местные бабушки приносят свои изделия, варежки, перчатки. В этот раз людей было много, несмотря на то, что я поехала в третий день. Один человек был одет, как король Миндрогас. В Литве был всего один король, все остальные были князьями. Была вот такая вот картина, в которой можно было сделать фотографии на память. И всегда вешают икону святого Казимира, покровителя Ярмарки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На Кафедральной площади всегда ставят палатки, которые занимаются благотворительностью. В этом году на Кафедральной площади стояло много украинских палаток. Были сделаны игрушки, одежда. Это делали жители Украины, которые во время войны живут у нас. Очень красивые бантики. Кстати, они делают не только с украинской символикой, но также и с нашей литовской. Я все хочу купить Фане бантик с литовской символикой. Но забывай и вспоминаю уже, когда мы с Фаней вернулись домой. Фаней вернулись домой. Фаней вернулись домой. Фаней вернулись домой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 На ярмарке Козюкос у нас традиция вот тут вот всегда фотографироваться. Погода сегодня была очень переменчивая. Несколько раз начинался снег, а потом выходило солнышко. Мы с Фаней идем сделать еще монетку и поедем домой. Кстати, в этом году впервые был вот такой вот домик, где мы с Фаней тоже сделали фотографию на память. Возле этого домика все время было много детей, но все же мне удалось Фане сфотографировать. КОНЕЦ 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 Мы с Фаней ушли с ярмарки. Идем на остановку, которая находится возле театра оперы и балета. Поднялись в театр оперы и балета. КОНЕЦ Давно в нем не была. Хочу следующей зимой сходить на новогодние спектакли. Вот тут вот Фаня бегает. Сейчас мы спустимся на остановку. Вон там находится остановка, с которой мы поедем домой. Мы с Фаней возле нашего дома помыли лапки и сейчас Фаня будет ужинать. На ужин у Фаня консервы с тунцом от фирмы МОНШ и она ее сейчас кушает. Фаня все съела. Тарелочка у нее пустая. На ярмарке Козюкос я всегда делаю вот такие вот монетки. Монетки двухсторонние. Одна сторона год, в который проходила ярмарка Козюкос. А с другой стороны, можно выбрать какой-то рисунок или даже свой гороскоп. Но так как в этом году недавно был день рождения Вильнюсу, год юбилейный, то я выбрала 700 Вильнюсу. Таких монеток у меня есть целая коллекция. В каком-нибудь влоге покажу свои монеты. И еще я купила вот такие вот баранки на веревочке. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался. Ставьте нам лайки. А мы вас в фоне очень любим. Желаем крепкого здоровья. И ждем в нашем следующем видео.